Медицина не стоит на месте, а все благодаря медицинским технологиям, которые не только облегчают работу врачей, но также и делают лечение пациентов более качественным. За последние 25 лет продолжительность жизни в Латвии увеличилась в среднем на 8,5 лет. Раньше врачи только мечтали об одноразовых системах, не говоря про компьютерный томограф и магнитный резонанс. Сейчас, по словам президента Латвийского общества врачей, по медицинским технологиям Латвия находится посередине списка всех стран Европы. В этом году мы, конечно, гордимся тем, что позитронная эмиссия, томография с компьютерным томографом и позитроном у нас пошла очень хорошо, то есть мы гораздо лучше сегодня можем диагностировать некоторые опухоли. По словам господина Апиниса, наша микрохирургия вышла на мировой уровень и на лечение к нам приезжают из многих стран. Новым в стоматологии стали съемные протезы, цвет которых подбирается индивидуально, а это позволяет максимально приблизиться к естественному цвету и виду десны. В стоматологических операциях теперь поможет микроскоп. Если мы сравниваем то, что мы видим своим глазом и то, что мы можем увидеть на увеличении 25 раз больше, мы видим более нюансов, потому что каков размер зуба? Зуб маленький. Его открывая мы видим все нюансы и мы делаем меньше ошибок и делаем качественнее лечение. В физии и эрготерапии инновационными стали так называемые умные перчатки, которые помогают реабилитироваться людям с травмами пальцев и кисти рук, а также людям, которые перенесли инсульт. Одевая эти перчатки, пациент выполняет манипуляции по команде компьютера, например, выжать сок из апельсина, нарезать морковь, пожарить рыбу или разлить вино по бокалам. Все основывается на обратной связи, то есть пациент получает оценку, насколько хорошо он выполнил это задание и насколько улучшился его результат по сравнению с предыдущим. Производители уверены, что это поможет врачам работать сразу с несколькими пациентами, а значит в день доктор успеет принять больше людей. Больше улучшенного оборудования получила и служба скорой помощи. Машина гораздо компактнее и что именно могу сказать конкретно про машину, которое получилось, с точки зрения эргономики и работы докторов, это самое лучшее, что до этого было достигнуто. Машина снаряжена самой современной медицинской аппаратурой и стала более компактной. А это улучшает ее маневренность в городских условиях. Одно из самых главных изменений – все под рукой специалиста. Очень легко открывается, и врач подходит к рюкзаку, и здесь у него все на месте есть. Не надо много, как это сказать, делать то, чтобы вынять носилки из машины. Поставил и вынял. Все. Семь позиций высоты. Если вдруг в доме нет лифта, а человека необходимо спустить вниз, то есть такое прекрасное кресло с рельсами, которое идеально подойдет для любой лестницы. На сегодня в Рижском региональном центре 66 машин скорой помощи. И до середины следующего года все они будут заменены на новые. У нас 14 новых совсем машин в прошлом году поступило. И еще будет 52 машины в течение этого полугода и еще следующего. Каждая отрасль медицины развивается стремительно. А значит и медицинская помощь в лечении становится более качественным. По словам господина Апенеса, у наших врачей много возможностей. И часто они творят чудеса. И случаются они все чаще. Анна Ита Саханова, Никита Алексеев, Латвийское телевидение.